Я считаю, что государство, которое допустило такой безмерный рост наркотизма среди детей и подростков, обязано само платить за помощь. Как вы думаете, почему управа выбрала именно вашу организацию? Ну, этот вопрос, наверное, надо было бы задавать не о им, потому что результаты работы, по всей видимости, впечатляют. Я не говорю только об отзывах директоров. Давайте к результатам. Читаю справку вашего же общественного объединения, фонд спасения детей и подростков от наркотиков. За два с половиной года работы реабилитационную программу прошли и закончили 30 человек. Это много или мало? 30 человек за два с половиной года. При том, как вы говорите, что на Соколе, по вашим данным, около 10% наркоман. Вы знаете, неблагодарная задача разговаривать таким образом. Вы меня прерываете на полусловия. И мы говорим диалогом. Это не очень удобно нашим телезрителям. Поэтому, если вы задаете вопрос... Да, уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы и претензии ко мне, как к ведущему, 157-01-74, наш прямой телефон в студию. Вот, если говорить о том, что 30 человек полностью освободились от наркотиков, то есть выздоровели на 100%, то это много. Это безмерно много по сравнению с тем, что в системе Минздрава не вылечивается ни один. Что касается для района, конечно, это мало. Потребность района в десятки раз больше. И это зависит всего лишь от молодого. И вот данные Минздрава, их озвучил в телевизионном эфире главный нарколог города Москвы. Его мнение, что из 100% попавших на лечение, 5% только реально излечиваются, но по ним нет длительных наблюдений, и 95% у остальных, у этих 95% остается психическая зависимость. Вы считаете, что наркоманию можно вылечить? Я не только считаю, что наркомания излечима, это очень важно знать телезрителям, потому что, помимо того, что это действительно страшно, но страх настолько культивируется вокруг этого, что родители боятся даже обращаться за помощью к врачам. Если врачи с экрана телевидения обещают о том, что болезнь неизлечима, а где искать помощь-то, собственно говоря? Они теряют надежду впадать в полное отчаяние, тем более они стесняются говорить об этом с близкими. Я не завидую родителям больных наркоманией. Это тяжело, во-первых, потому что на глазах гибнет ребенок. А потом это еще и общая изоляция, где нельзя попросить помощи. И тут вам главный нарколог... Кстати, я Егорова Владимира Федоровича уважаю как специалиста в этой области, как организатора, но цифры 5% воздержания в течение полугода после лечения в государственных клиниках. В переводе на русский язык это ноль.